Молодцы, вообще ребята все сегодня постарались, в большинстве я считаю хорошо сыграли, где-то поймали соперника на контратаках, ну и в обороне все молодцы, пластались в третьем периоде уже где-то по счету видно играли и можно так сказать вырвали победу, не дали сопернику. Матч начался с быстро пропущенной шайбы, но если посмотреть как проходил первый период, можно сказать, что он прошел с большим преимуществом Металлурга, было очень много позиционных атак. Ну, нам говорили, что соперник хорошо играет на контратаках, что у них очень активные защитники подключаются, вот, наверное, где-то вначале чуть-чуть потеряли концентрацию, потом сразу взбодрились, можно так сказать, разбудил нас этот первый гол и мы сразу как-то более собрано начали играть внимательно, стали друг другу просить, чтобы помогали в обороне, вот, ну, наверное, залог успеха был сегодня. Ну, и залог успеха сегодня это хорошая работа бригад в большинстве, три заброшенных шайбы в численном преимуществе. Ну, да, что, хорошо, у нас не первая игру получается, надеюсь, что дальше так будет продолжаться, вот, будем работать над этими компонентами, не будем забавлять, а наоборот прибавлять. Химик третий период начал активно, прибавили они в атаке, насколько тяжело было играть в этой 27-минутке? Ну, мастеровитая команда, сейчас говорить-то, в принципе, они неплохо в атаке играют, много достаточно у них мастеровитых игроков, поигравших в КХЛ, много матчей, поэтому где-то тяжеловато было, да, но тема интереснее хоккей, что против таких команд интереснее играть. Металлург сегодня забросил четыре шайбы и авторами трех голов стали хоккеисты в прошлом сезоне, выступавшие в Воскресенске. Насколько для ребят, игравших в Химике, сегодняшний матч и эта серия является принципиальной? Да, в принципе, я считаю, здесь у всех есть настрой, это все-таки полуфинал, и не могу сказать, что прям сегодня только в Воскресенске решили, сегодня вся команда билась. Да, ребята забили, которые были в прошлом году и в этом году за Хармом в Спартаке, но я бы не сказал, что только эти ребята решили все вообще. Что сейчас нужно сделать, как хорошо восстановиться к завтрашнему матчу? Да спокойно, с холодной головой, покушать сейчас правильно, лечь, поспать и отдохнуть, восстановиться. Завтра тоже будет тяжелая игра, много эмоций, конечно, и болельщиков много у Воскресенск приехало. Чувствуется, конечно, атмосфера вот эта вот, и нужно просто спокойно выходить и опять делать свою работу и играть правильно с умом.